Добрый день, милые дамы и уважаемые господа! С вами Светлана Амельян. В этом видео мы поговорим о раскрутке аккаунта в Инстаграме. Движухи без подписчиков не бывает. Откуда берутся первые подписчики? Существует несколько способов привлечения первых подписчиков. Это могут быть как платные способы с применением различных сервисов, так и бесплатные. Бесплатные способы очень простые. Ходим по аккаунтам, по чужим, лайкам комментируем, подписываемся и в ответ получаем аналогичные действия. Поэтому перед тем, как начать привлечение подписчиков, у вас на аккаунте должны быть не просто посты, а интересные посты. По статистике 100 лайков примерно подписывается на вас 6-10 человек. Такой способ привлечения называется массфолловинг, когда вы заходите на чей-то аккаунт, лайкаете, пишете комментарии, либо подписываетесь на чужом аккаунте. Человек смотрит, кто ему прокомментировал, интересуется, что у вас такое, заходит и, если ему интересно, он тоже подписывается. Масслайкинг – это чуть-чуть попроще, когда вы лайкаете чей-то комментарий, но не подписываетесь. Но надо иметь в виду, что у Инстаграма есть ограничения по количеству лайков, комментариев, подписок. Не больше 40 действий в течение часа. В противном случае аккаунт может быть заблокирован от суток и более. Но если вы хотите раскрутить свой аккаунт, то можно идти двумя путями. Вы можете привлекать целевых подписчиков, которые действительно заинтересованы в вашей услуге, либо же можете привлекать любых, которые просто нужны для массовости. И в этом случае для того, чтобы показать смысл ваших действий, вы применяете специальные хэштеги, которые показывают, что вам нужны от ваших посетителей целенаправленные действия – отлайкать, написать комментарий, подписаться и так далее. То есть вы привлекаете подписчиков на свою страницу исключительно для наращивания числа своих последователей. Для чего мы все это делаем? Представьте себе, что вы заходите на аккаунт, который что-то продает, и вы понимаете, что он создан 3 дня назад. Доверия к нему не будет. Если же вы заходите на аккаунт, который, может быть, и живет недолго, если у вас 100 постов, проследить его дату рождения будет уже достаточно обременительно пролистывать. Обычно так не делают. И в этом случае у вас доверие больше к этому аккаунту. Поэтому для новичков очень важно, чтобы аккаунт имел какую-то активность. Я вам рассказала об адвансах по раскрутке Инстаграм. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И в следующих видео вы узнаете множество ноу-хау, которые позволят вам быстро раскрутить ваши аккаунты в Инстаграм.